Какие же эти животные милые и приятные на вкус! 21 октября 2015 года, 18 часов 05 минут по торговскому времени в эфире 473 подкаст от Каннского СССР и компании Асунок Спания! Добро пожаловать в очередной подкаст, я вернулся, я знаю, меня никто не ждал, а я вернулся все равно Как в анекдоте, да? Вовочка, блин, пинчищем открывает дверь, заходит в класс Или нет, он заходит, типа хлопнул дверью Училка такая, Вовочка, что за манеры такие? Оно вышел и зашел обратно, как твой папа заходит домой Вовочка выходит, пинчищем, выламывает дверь такой Ну что, соки, не ждали? Да, мне никто не писал, мне никто ничего не умолял, никто вопка, но я беру Вообще тебе писать, сам вернешься Ну, если в Израиле не покоцают, но там почему Ножом не прыгнут, не взорвут, бомбы не накроют, ракеты не рванет, не похитят Да Тебя не похитят Я знаю, я тяжелый Ну В багажник не полезешь Ну да Меня бы, возможно, но это, я думаю, чересчур высокий для этого делал Ну, хотя, я думаю, меня бы в три раза, блин, сложили бы, я думаю, поместился бы Не, если ты крест оденешь, тебя вообще никто не тронет Если ты крест оденешь на шею, то тебя никто не тронет Им зачем? Ты что, сейчас Россия пригонит флот и начнет стрелять? Кому это надо? Да, да, да А этих жидиков-то по-любому все мочат Да? Так что Да, тоже правда Говорят, что арабы тупые, да? Ха-ха-ха А, я не говорю, что они тупые Неразумные? Да Подожди, как тебе по-русски вы? Неразумный ты человек, да? Кстати, да, добро пожаловать в очередной подкаст У нас не работает сейчас этот прямой эфир, поэтому Можно открыть чат и посмотреть, если кто-нибудь там сидит В чем я сомневаюсь? А-а Открыли, посмотрели, эфир не идет и ушли Вот Ну, мы записываем Я надеюсь, вы не можете услышать мой лаптоп, потому что, если вы можете услышать мой лаптоп, то, видимо, я оборотов на лаптопе не сбавил Я его слышу Ну, я, да, я надеюсь, что это в запись меньше идет Раньше он будил намного быстрее Намного больше Взлетаю Ты имеешь в виду намного громче Да Да И я прав, кстати Не только потому, что я слышу плохо Вот А также у меня еще в программе есть статистики И он на 400 оборотов вентилятор медленнее работает А ты скайп включил? Нет А-а Вот я сам показал Вот Ваня, вводное что-нибудь хочешь ввести? Что вводное? У меня ничего не произошло Два дня прошло, с тех пор, когда я подкастил А, ладно, три дня Подкаст записал? Да А, точно А хотя нет, я хочу Подожди Нет, вводное я имею в виду в подкасте Там что-нибудь произошло В подкасте? Ну, все, чуваки, увы По воскресеньям теперь подкаста не будет Вернее, по Ну, whatever Когда мы его там выкладывали В итоге, в общей сложности, я думаю, там в России он появлялся ближе к понедельнику Записывался, на самом деле, в субботу Но это мелочи Главное, что прямой эфир можно было слышать на выходных В частности, в субботу вечер Я всегда могу устроить выпуск подкаста в воскресенье Это не проблема Только записывать его не будешь Ой, или нет, извиняюсь Участвовать в нем не будешь Нет, еще есть третий вариант Просто публиковать в воскресенье Не, ну там вся идея, что как бы, знаешь, я по субботам в 12 часов записывал Да Как бы в субботу в 12 часов Если даже там в России слушают, как бы плюс-минус, скажем так, 8 часов, да, разница То бишь, как бы, ну, 8 часов вечера в субботу Либо, а, на гулянке, либо, ну, по меньшей мере, люди, которые работают, у них время есть Послушать Да Вот Ну, опять же, 8 часов вечера, там, whatever Я думаю, если днем, там, семейные люди и так далее, там, или еще что-то сильно занятые Семейные люди, нас слушают семейные люди Ну, я не знаю, там, какой-то, про каких-то маленьких девочек говорил Я надеюсь, что это и у дочки были Вот, но Мы не задаем лишних вопросов в этом подкасте Да Мы не задаем, не крикнуть Если вы нам пришедете миллион баксов, мы никогда не спросим Где вы их украли, как вы их отмыли Ничего не будет править Ничего Да Вот, ну, как бы, знаешь, более или менее Я подумал, что оптимальное время Потому что если бы я с утра, с самого утра, в субботу Ну, во-первых, это бы мне бы накладно было бы А, во-вторых, как бы, знаешь, среди дня, там Вообще, не знаю, как ты можешь это днем писать Ну, что? Мне кажется, день, это такое время, когда надо куда-то бежать Что-то там делать, обязательно ремонтировать Что-нибудь там стучать, гулять, кушать, трахаться Я не знаю, что это Я понимаю, Жень, но, ты знаешь, я когда вот подумал о подкасте Я подумал, о слушателях, не о себе Как бы, знаешь, вот в том-то и дело Что, как бы, знаешь, днем они там гуляют, трахаются Еще чего-то, еще чего-то Уже под вечер Уже все, все Эх, я единоличник Надо сесть, там что-то расслабиться И вот как раз в самое то время Там, знаешь, включил что-то, чтобы там бухтели на бэкграунде Там, ну, классно Можно посидеть, похыхыкать, там, туда-сюда Круто, правильно? Это, во-первых, а в-тракте пиво Да, как раз, знаешь А слушайте этот подкаст У меня этот, Владимир приходил, там тоже этот, ну, снайпер был Нормально, блин Кстати, говоря о снайпере Пока меня не было этот, вы там записывались, я его пытал Вот, но он не сознался ни в чем Так что Да нет, а ты Я просто пытался выяснить Мы там обсуждали проблемы подкаста Вот, я пытался выяснить Что думает о контенте подкаста Вот, ну Я думал, что, знаешь Да он же, по-моему, на адвоката учился А нет, подожди, он ведет себя Как адвокат Он умный человек, поэтому ведет себя, как адвокат Это мы тут быдло неотесанное разговариваем Не, мы просто живем в Канаде на полу Нас посадят, да? Вы потом сами записываете Не, не, а почему? Ну, тут свобода слова Там надо Смотри за собой Будь осторожен При этом следи за собой, да Вот Так что, да, я вернулся Кстати, я тебе хотел сказать Извиняюсь, перебью Спасибо снайперу огромное За то, что А, напоминал И Б Выставлял Как бы Я записывать-то записывал Но потом Теги Все такое Там уже Он не выставлял Он презентовал Он Нет Он Заливал Ну ладно, семантика Да, семантика Понимаешь, презентовал Это более Ты знаешь, Жень Сделать Продукт Это одно Если никто его Не выставит в интернет То Какая Нафиг разница А у меня Блин Вот реально Вот так вот было Типа Так Записал Все Ну ладно Нормально Фух Классно Так Закрыли Вот так Че там дальше Он такой Компиляет Блин Один из часов ночи Какие там таги Вставляют Блин Нифига не помню Снайпер Можешь помочь Вот тебе линк Да Файл Таги Да Я не помню Куда это самое Закачивает Ничего не помню Вообще ничего не знаю Ничего не знаю Ничего не помню Да Да Я помню там Как это Марокко Знаешь там Блин Нафиг Вы 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 с этими Блин Тагами Блин Уже возились Я думаю Ладно Он лучше знает Чем я Поставит Проверит Вот ever Круто Спасибо Ну у тебя хорошо так и получилось Ну ладно Не будем тебя слишком много хвалить Ваня Вот В общем Я был После трех недель Отдыха Я вернулся В смысле Трех недель отсутствия В Канаде Я вернулся Три недели? Да Такой еще месяц Ну я Через месяц сюда вернулся Но три недели Мы путешествовали Потому что По Статистическому Прошлому Мы выяснили Что обычно Мы приезжали Из таких поездок Напрочь убитые И обычно Два-три дня Ты просто Знаешь Отходишь От этого Вот На этот раз Очень хорошо получилось Ингрид Через два дня Пошла на работу Зря Лужа бы приехал Да Пошел на работу На работе На работе бы всем рассказывал Как ты Блин Измотанный И вообще Я думал И при этом бы получал бабки Я думал об этом Да Потом подумал Работа для этого и существует Ты на выходных Блин Забегаешься Блин Заиграешься Не доспишь А потом приходишь на работу И дрыхни Я пока был в Торонто Я накатал Целую огромную стачу Кстати Владимиру Он мне говорил Что никогда Не упоминать его имя О Большое спасибо Владимиру Он Он терпит меня Вот Он мне поправил Стачу Несколько раз Вот Так что У меня теперь есть Этот Идея по поводу Ну Еще одного Кар-ревью Что я катался в Испании На смарт-каре И меня она настолько Заинтересовала Вот Что Я решил даже статью написать И я обнаружил С Большим удивлением Даже для самого себя Что я не писал Ни одного Кар-ревью По-моему На протяжении года Или двух Ни одного Вообще Ноль полный Вот Хотя Раньше у меня там были статьи Да Периодически в дилер-шип Как ходил Ездил на машинах Да Странно Да Ты даже про Меату Ничего не написал Круто Нет Я не написал про Меату Вот Но я думал На этих А что про нее писать Так весь интернет Они говорят Да У меня Так уже заездили Я очень Я очень своеобразный человек У меня будет очень своеобразный Подход К Автомобилю Вот Поэтому Нет Я на самом деле Хотел Еще Вчера У тебя Спросить Как бы Если у тебя можно машину взять На пару-тройку дней Вот Но потом я подумал Что этот Я тебя спрошу ближе к выходным А сегодня я тебя спросил И узнал Что ты уезжаешь к бате Поэтому я тебя спрашивать Про машину ничего не буду Вот Но Правильно Да Но на одних из этих выходных Ты там сейчас этот Контакт наладишь Вот И я у тебя Сопру машину на пару-тройку дней Единственное Что я хочу сделать Контакт Единственное Что я хочу сделать Я хочу найти Очень живописное место И поехать туда Вот И сделать фотографии машины В живописном месте Я конечно понимаю Что сейчас на меня Все налетят Хотя в принципе Всем посрать Поэтому никто не налетит Там на На айфон снимать Какая разница где И все остальное Но я хотел бы сделать Живописные фотографии Вот Единственное Я не знаю где У меня есть мысля Вот Но В связи с Потенциальным повреждением Корпуса Я не думаю Что я туда смогу заехать Я думал поехать на пляж На этот Где у нас там Какой-то пляж здесь есть Где-то Я трещу потом На гугл мапсах Вот И на машине Доехать Я задумывался Доехать До самого пляжа Самого пляжа Песка И сделать фотографии Там Но что-то мне кажется Что туда сказать Что заехать нельзя Теперь есть Второй вариант Потому что я там был Есть приватные пляжи Опять же у нас там Река Или озеро А там бетон есть? Бетон? Нет Там дорога идет Вот Но там Одна маленькая проблема С приватным пляжем Он приватный То есть Он существует Для живущих там Ну мы один раз туда зашли Но это зашли Вот Ну народ в принципе Туда заезжал Но они все были свои Поэтому я подумал Что я могу туда В принципе заехать И потом долго искать трактор Чтобы оттуда выехать Я знаю Что я туда заеду Вот Но вторая проблема Что еще не только Трактор Надо так заехать Чтобы он еще красиво стоял Чтобы потом сделать Красивые фотографии В общем Такая Проблема пока что Вот Решим сперва Первую проблему Когда ты останешься На выходных здесь Чтобы я тебя мог взять Мир Потом уже найдем В принципе Можно Ну я не Я Кстати На следующих Холодных Трицы сюда приезжают Блять Надо батю поехать Помочь срочно Я думал На секунду Я на секунду даже додумался Может быть Перенести все это дело На зиму Когда выпадет снег Но потом Я что-то думал Думал И я как-то Не могу Запечатлеть Миату Снимать зимой Снимать зимой Можно любую машину В принципе Кроме кабриолета Кабриолет Зимой Эй Что-то это не так Выглядит Там надо снять Крышу Конечно Можно сделать Придумать что-то Но зимой Мне не очень сильно Думают С осенью Да С осенью Да Потому что Там можно поехать Нет Зимой Самое то Езжаешь на дорогу Расгоняешься Как обычно Скользишь Врезаешься А потом делаешь фотографию С правильным Ракурсом Ракурсом Чтобы Объяснить Что это была Его вина Вот Ну вот Поэтому Я Если честно Я думаю Ну посмотрим Как у тебя там Со временем будет Попытаться Что-нибудь Золотая осень Когда вот Листья опали Вот это вот Классно Поехать Куда-нибудь За город Здесь А в деревне Виндзор За город Это значит Проехать Как максимум 20 минут Вот За город А вот Мы и выехали Вот И где-нибудь Найти Небольшие дороги Где уже Листья опали Вот Чем-то такое Придумать Что-нибудь хочется А эта дорога Тебе чем не нравится Ну там В городе Это Не то Ну если так Через две недели Уже в те листья Нафиг Опадут Знаете Горану Вот И да Я уже Я подумал Про мяту Много чего И Панч Панчлайн Произошел На Прошедшую Неделю Как это Тормоза отвалили Нет Скажем так Я получил Больше данных По поводу мяты Вот У меня в голове Наконец-то Провернулось Я не хотел Стать Писать Статью Где я Знаешь Просто Знаешь Такая Знаешь Пацанчик Дрочит На машину Вот И Наконец-то Я получил Знаешь Как говорится Дополнительную информацию Другой 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 Видение Этого автомобиля И теперь я готов Ее целиком Трезвая Ну да Трезвая Вот Теперь я готов Целиком Писать Вот Поэтому да И Говоря про пессимистов Да Нет Я просто Сложилось Мысль Идея Просто Сложилось Кубик Рубикс Знаешь Получился Блин Надо было Переклеить Все-таки Эти Наклейки Чего Какие Кубик Рубики А Самый большой Травал Берешь Наклейки И переклеиваешь Ну ладно Потом даешь Каменьки Ааа Блин Вот Ну как бы Вот так Поэтому Мята будет Мне просто Надо выбрать Уикенд На котором Уже будет Кое-нибудь Поехать И Выбрать Место И Как только Я сделаю Фотографии Я наверное Начну писать Может быть Начну писать До этого Вот Ну у меня еще Я сейчас Ничем не занимаюсь Особым Проектов Сейчас нету Ничего нету Последний проект Слава богу Мы доделали До этого До моего отъезда Вот Сейчас надо Сайт налаживать Но Я как бы Немножечко Подзабыл про это Снайпер Не парится Всем положить Поэтому Мы так Как-то В сонный режим Все дело Ушло Вот Ну Как только Вспомним Сделаем Ну Или кто-нибудь Пинка даст Поэтому У меня Впереди Еще несколько Статей Сейчас Я Наверное Я не знаю Я не знаю Если Я закончил Или не закончил Там Статью Про Израиль Мне кажется Я еще не закончил Там Наверное Еще что-нибудь Там Написать Что я мало Мне кажется Там Сколько Две-три Страницы Написал Маловато Израиль Просто такое место О котором писать Мало Невозможно Не физически Концептуально Вот Но Как бы Физически Можно Естественно Но Концептуально Такая сторона Что Мало Писать Ну Невозможно Вот Я написал Мне кажется Мало В пи-сервер Очень скромно Да Вот При этом Я Я очень долго Тоже Честал Бархучу Писать Об Израиле Потому что Я в подкасте Много чего Рассказал Так Но Все равно Много чего Еще Можно Написать Переписать Вот Я не знаю Страна Просто Страна Ваня Прав Наверное Как попадаешь В пи-сервер Наверное Но это Не до конца Описывает Описывает Это Какой-нибудь Какой-нибудь Очень старый Пи-пи-сервер Причем Народа Играющего Только Прибывает Да То есть Или по меньшей Мере Не убывает Это что-то В этом роде То есть Такая Старая игра С длинной Историей Патчи Уже Никто не помнит Сколько миллионов Было Ну а народ Все продолжает Играть А она Прямо не стареет Вот это Что-то Вроде Израиля Вот Поэтому Кому как Со стороны Уже Устарело Это устарело Да Когда ты смотришь Да Игра устарела Но когда туда попадаешь Такой Как я до этого Не дошел Раньше Знаешь Когда туда попадаешь Чувство Абсолютно другое Не я просто говорю Что Меня задолбало В новостях Слышать Про Израиль Ну это да Благо там Хоть Украина Сейчас выделилась По крайней мере Новости Заткнулись Про Израиль Немножко А так Блин Когда Более-менее Мирное время Ёлки зеленые Израиль 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 Опять Опять Стреляет Бомбет Опять Опять Там О Там 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 Одно Одно из Одно из Моих То что Я в статье Значит Хотел написать Значит Про безопасность Я написал Про безопасность Но Изначально Я все переделал Все переделал Про безопасность Но изначально Статья Значит Не статья Как это Безопасность Чего Не параграф Как называется Глава Глава Это глава Глава Начиналась Как раз Со слов Типа Израиль очень безопасное место. Вот. Я... Ну, потом же до Склифосовского дошло. Что здесь не так? Да, я читал параграф заново и заново, и заново, и заново, и думаю, переписать надо. И впоследствии, да, переписал. Не пойму Тралалу. Вот. Там все равно параграф начинается со слов, патриотических слов, да. Ну, в принципе, они не просто патриотические, они еще поддержаны, как говорится, substance, как это... Вещественным доказательством. Да, вот. Но... У-ли-ка-ми. Вот. Потому что одна из вещей, которую, по-моему, я не рассказывал в подкасте, да, это я по Израилю ездил. Я ездил в общественном транспорте по большинству. То есть, меня друг забрасывал к станции. Вот. И впоследствии потом, значит, мы с женой ездили на общественном транспорте по всему Израилу, по всему Израилу, по всему Израилу. Вот. Ну, в основном мы ездили, конечно, в второй город, но это не важно. Вот. И я всегда, когда был в публичном транспорте, это автобус или трамвай, я всегда смотрел и пытался найти кого-то, кто за нами всеми смотрит. Вот. И я, честно признаюсь, я не нашел. Вот. Ну, у меня у меня там друг в безопасности работает. Вот. Я его расспрашивал. Он говорит, что не переживай, за тобой наблюдаю. Не переживай. В безопасности работают. Да, у него там оружие, все такое. Извиняюсь, пардон. Он работал. После того, как я к нему приехал, он там больше, естественно, не работает. В смысле, в правоохранительных органах? Нет, нет. В безопасности он охраняет правительственное здание. Охранял, пардон. Охранником работал. Да. Ну, это охранение не как здесь. То есть, в Канаде, например, охранники – это какой-то дядя с чуть больше, чем минимальной заработной платой. И вот. И он там ходит. или ездит и, как бы, знаешь, смотрит фильмы, там, хуйней страдает. Вообще, ему глубоко посрать, потому что в Канаде, на самом деле, особо ничего не происходит. А если кто-то к нему будет придираться, то он всегда убежит и позвонит в полицию. В Израиле это не так. Они, конечно, там тоже сидят долго и мучительно. Но у них оружие, у них курсы, подготовка и все остальное. Поэтому. Вот. И, как бы, жена у друга, как мой друг говорит, пардон за русский сленг, бывший мусор. Вот. Так что все нормально. Кто твиттер просматривает, там как раз этот... Я немного протроллил. Мне кажется, народу пофиг, никто не заметил, да? Вот. Я там в форуме стою, меня сфотографировали в форме армейской. Вот. Я написал, типа, смотрите-ка, я приехал в Израиль, моя старая форма все еще налезает. Вот. Ну, так. Раскрывая секрет, я никогда в Израиле не служил. Вот. Я так посмотрел, подумал, да. Видимо, выпил хорошо. О, да. Там этот праздник жизни не заканчивался. Вот. Этот мой друг так, слушай, у меня армейская форма есть, давай примерим. Вот. Открывает там, значит, в САЭТе такое, о, типа, жена сперла каску. Знаешь, такая каска для райот, или я не знаю, для чего точно. Вот. Он говорит, о, давай. Чтоб нарядили. Вот. Ну. Эх. Ароматика, да и только, да? Угу. Да. Вот. Ну, ладно, об Израиле-Израиле. Не, я советую, Ваня, тебе стоит съесть в Израиле точно. А, нафиг она мне она. Всем, всем. Не, ну, что, походить, пойти посмотреть, где Иисус ходил, ты чего это можешь? Хотя девочка там сравнительно приятная была. Что не написал в статье. На фотографию. И что я не рассказывал, по-моему, в подкасте. Так это про девочку будет, да? Это про девочку. Вот. И моя, кстати, моя жена целиком согласилась со мной. В Израиле, тебе стоит съесть в Израиле. В Израиле такое количество красивых девочек, это просто пиздец. Не шучу. Там действительно красивые девочки. Даже моя жена такая, как здесь много красивых девочек. вся злая. Они все очень красивых девочек. Мордашки. Одна маленькая проблема. Они все нелегальные. Нет. Нелегальные. Вот. Одна маленькая проблема, которую я знаю, что не проблема. Сисик, все плоские. Больше. Все плоские. Все плоские. Но проблема действительно маленькая. По размерам. Вот. Меня это так удручало. Вы не представляете, как меня это удручало. Если у них еще были сиськи такие, я бы развелся прямо там. Я бы поехал к своему муравину, и он бы прямо там нас развел. Все. Вы представляете, до чего меня Израиль довел, а? Вот. Единственное, у кого красивые сиськи, у арабов. Уээээ. Я не слышал. Арабок. Пардон. Да. Возможно, в этом есть какая-то суть конфликта. Вот. Ну, а да. арабы этот конфликт не затеяли. Вот. Ну, да. Красивые. Очень красивые девочки. Очень красивые. Их там так много, что прям обидно становится. Поэтому, Ваня... А я тебе горел, не женись. Да. Самая большая плюшка для тебя, самая большая плюшка для тебя, это еврейская религия. Которая, в принципе, тебя не обязует быть арабом. Поэтому тебе девочка никогда не скажет... Продон, евреям. Поэтому девочка тебе никогда не скажет, я не могу на тебя жениться, потому что наши дети будут не евреями. выйти замуж. Да. Вот. Поэтому, в принципе, для тебя... О, слушай, так я туда могу приехать, наплодить и... Ну, можно. Хм. Круто. А вот. Ну, да. Так что... И по сравнению, кстати, с Испанией Израиль очень доступный. В плане денег очень доступный. Очень. По сравнению с Испанией? По сравнению с Испанией, да. А, окей. А по сравнению с Канадой? Дороже жизнь. Ага. Хм. Ну, вот. То есть там... Да. Дороже. Что-то у них дешевле. Вот. Например, например, ты этот... Я лучше в Латинскую Америку какую-нибудь съешь. Ну, да. В Израиле большая плюшка, что там все образованные по-английски говорят. Вот. Поэтому тебе даже без знания иврита ты можешь спокойно там цеплять. Русский и английский фактически покрывают все 100% Израиля. Кто не говорит по-русски, говорит по-английски. Да. Вот. И мы когда первый раз сели в автобус, ну, мы там стоим, как обычно о фигне мечтаем. Вот. И я долго думал, что нас никто не понимает. Перед тем, как мы приехали к какой-то остановке, а я пытался там... А так все остальные. Да. У водителя выяснить чего-то, куда он едет. Вот. Ну, я понял, куда он едет и ехал он не туда. Вот. И одна девочка наконец-то проговорила на английском такая «Очень симпатичный был». Очень симпатичный, но они там все симпатичные. Вот. И такая «Вам помочь?» Мы же сами все поняли. Спасибо. Вот. Ну да. Она даже предложила взять за ручку и довести до какой-то там станции. Вот. Так что... Нет. Абсолютно стоит. А за ножку. Абсолютно стоит. Ваня, стоит. И довести до станции Мотел. Да. Тем более, этот, знаешь, можете ездить обязательно в старый город. А там что? Вань, там святая святых. Там все. Знаешь, что там. Церкви, знаешь, самые... я воровок. Не, кого не волнует, статью я пишу не религиозно направленную. То есть, я там совсем про это ничего не упоминаю. Там есть хороший список мест, куда просто интересно сходить. Ну, то, наверное, было бы интересно. Да. Посмотреть, как в древние времена контрабанду проводили. Вот. Ну, что? Также вернулся из Испании. Про Испанию я до сих пор не знаю, что писать. Я реально... Испания пролетела... Она как-то пролетела. Вот она просто пролетела. Хотя мы там были в два раза дольше. Она просто пролетела. пролетела. И замки, и все остальное очень красиво. Очень красиво. Города очень старые, очень красивые, все очень чисто, все классно. Но вот соединения какого-то не особо не было. Ну, я-то ладно. Я, Испания, ладно. Вот. Но моя женщина туда ехала в Испанию с надеждой, что она соединится со своими и потом там ничего не получилось. Да. И она оттуда улетела. Когда мы покидали Израиль, мы немного даже прослезились. А в Испании она так-то... Yeah, whatever. Сели, полетели. Fuck it. Вот. У нас был не самый приятный опыт с прилетом и с улетом. Поэтому одно хорошо в Испании по ходу когда ты прилетаешь или улетаешь это так все равно. Например, в Израиль прилетаешь и они тебе дают бумажку. Какая-то туалетная бумажка. Где написано там даже твоя фотография стоит. Вот. И написано что у тебя есть виза и ты не имеешь права работать и ты должен уехать через год. Ну, максимальный срок пребывания. Но, знаешь, так смешно. А в Испании все понял. Что вы везете? Никто не спрашивает. Знаете, какая разница? Да, абсолютно им по барабану. Вот. Так что не знаю. Я не знаю, о чем люди говорят. Я, кстати, был во Франции пока я был в Испании. Я еще во Францию съездил. Я не знаю, о чем там говорят. Что-то Франция, Франция. Окей. Франция. Юг Франции то же самое, что север Испании. Не впечатляет особо. Пардон. Я не знаю, не знаю, что. Единственное, что я понял об Испании, это почему в Испании довольно-таки много проходит всяких кар-ревьюз. Я действительно оценил в Испании. Там такие замечательные горы. Вот. И, кстати, что мне больше всего мне очень понравился север Испании. Я думаю, тебе за место это стоило съездить в Италию. Ну, ладно. В Италии я не хочу там слишком много распиздясть на мой вкус. Там как-то просто А в Испании все работают, да? Ты знаешь, очень большой контраст. Я вот говорю. Испания разбита на несколько из нас этих этниситис, да? Это как называется? Народности. Да, народности. И после того, как экономика спорхала вниз, там всякие трения, да, и разговоры про отсоединение. Примерно, как Квебек. Знаешь, я имею в виду, что они отсоединятся рано или поздно. Так и там. И очень большая разница, очень большая разница между севером и югом. Например, на юге убивают, люди убивают быков. На севере быки убивают людей. Видишь, контраст? Например, ты ешь на юг, какая корида, мы здесь быков мочим. Ешь на север, там наоборот, быки бегут и пытаются убить как можно больше людей. Видишь? Та-та-да! Большой контраст. На юге, например, все эти фламенко, танцы и все остальное, на севере этого нет. На юге все продают большое количество этих вер, все остальное. На севере ты этого не найдешь. Нет. Вообще. То есть, знаешь, и как бы там с юга на север ехать. Ты знаешь, мороженое в Антарктике тоже не очень продается. Ну, как бы просто другое. И то же самое, когда ты едешь. То есть, там 6-7 часов езды с юга на север. И как бы на юге ты едешь и напоминает отчасти Израиль, потому что похоже немножко на пустыню. Не так же, как в Израиле, да, оранжевая земля, там растут всякие оливки и все остальное. Приезжаешь на север, горы, лес. Знаешь? Вот. как бы так большой контраст для относительно такой маленькой страны. Так что да. Ну, люди любят там наживиться. Вот. Мы с женой поспорили. По-моему, это было плюс-минус 2-3 часа ночи. Честно признаю, это не самое лучшее время поспорить с женой. Вот. Вот. Но что произошло, это мы у нас в плане был маленький прокол, у нас не было отеля на этот день. Вот. В итоге мы немножечко поимели отель, в котором мы оставались. Мы хакнули, извиняюсь, лайфхакнули отель, вот, в котором оставались, потому что нам сказали, что машину надо вывезти из парковки где-то часам к двум. Ну, мы вернулись часов в 6-7. Вот. Не, бывает. Потому что идея там, что ты уходишь из отеля, ты должен уже оттуда свалить часов где-то 12, да, потому что они должны убрать и уже там к трем часам пускать новых людей. Соответственно, с парковкой то же самое. Ты должен свою машину оттуда вывезти, потому что другие должны заехать. Вот. Но нас один раз так немножечко поимели предыдущий раз, а потом я так посмотрел, немного подметил и подумал, пора делать лайфхак. Вот. И мы просто-напросто не убрали машину с парковки. И там несколько было вариантов, что ее увезут, что маловероятно, потому что я туда на маленьком смарт-каре еле заехал. Вот. Ну, кто знает, знаешь, могли как-то там вынести его. подкатили бы тележку. Да-да-да. Вот. Или могли, значит, нам еще счет выставить. Но я так смотрел, думаю, ни того, ни другого не произойдет. Не произошло. И мы, короче говоря, выехали очень поздно, нам надо было ехать через всю Испанию. Вот. Отеля не было, мы сперва думали найти отель по дороге. Дорога была хайвей. Да? Трасса. Отелях не было. Вот. И в итоге мы свернули на одну бензоколонку, которая была с отелем. И мы пошли, где-то уже было 2-3 часа ночи, и мы пошли, пытались найти комнату. Значит, жена подходит, такая, говорит, сколько будет комнаты? Чувак такой, значит, компьютер, 80 евро. Мы там вдвоем офигели. Вот. А я как бы с ней на английском говорю, переведи ему. А тот, типа, я типа ничего не понимаю. Ага. На самом деле, все он понимал, но это я потом уже выяснил. Вот. Ну, мы, естественно, такие вышли, а тут такие, ну, окей, 80 евро, 80 евро. Пошли, поужинали, вот, на этой заправке. А такие, сидим, думаем, думаем. Я говорю, ну, я там начал, смотри, что ты не спрашиваешь, надо поторговаться, надо спросить, может, он сделал что-то лучше. Он говорит, нет, он не может лучше, я знаю, как отели работают, я работала в отеле, я знаю, как это работает. Ну, короче говоря, мы поспорили и вернулись. Вот. На этот, а, он говорит, а он на английском говорит, не беспокойся. Они говорят, они здесь все говорят на английском, это окей. Короче говоря, вернулись обратно. Цену я сбил до 57 евро. Вот. При этом доказав жене, что она была абсолютно неправа и вообще надо спрашивать, вот, а потом еще и настаивать. Поверх уже, вторым слоем. Вот. Она призналась, что она была неправа, причем я очень доволен. Вот. Потом товарищ с ним торговался, он такой, все, я вот ниже 57 не могу, вот все, 57, 57. Ну, за 52 я тоже вам могу отдать. Знаешь, такое стоит. Вот. Но мы за 52 все равно не остались. Не, это, это, это называется, когда обдирают на дороге, потому что, например, мы оставались в центрах или очень близко к центру старых городов, да, вот, за 40 евро. Не в распиздянном отеле около дороги, а в достаточно нормальном отеле. Да, то есть понимаешь, они как бы все это, ну, в общем, не важно. Мы оттуда уехали, и я, и у нас еще был очень большой романтический план, потому что мы порешили, что план B, если мы не сможем найти отель, мы проведем, мы, мы, мы поспим на этот, на море. Мы проведем ночь на море. Вот. И за ночь я пытался добраться до этого моря, что я выяснил, что в Испании есть платные трассы. Это первое. Во-вторых, я выяснил, что в Испании также есть города, в которые заезжать очень страшно, потому что почему-то там нету ни заправок, ни отелей, люди ходят без зубов. Вот. А это второе, что я выяснил. И третье, что я выяснил, что даже если вы заедете в какой-то город, который находится на берегу моря, и он очень маленький, и там все красивенько и забавненько, вы все равно не сможете оторваться от китайцев. Потому что даже в 4-5 часов ночи они все равно будут там. Они вас будут ждать. В этих маленьких городах. Непонятно где. Я не знал где. В магазинчиках? Нет, в гуляющем везде. Вот. Мы остановились на берегу моря. Я открыл, потому что было душно. Хоть не индус, блин, я тоже. Да. Вот. И, значит, мы там спим, и я пытаюсь уснуть, я спать в машинах походу не могу. Вот. И... А, извиняюсь, я перед этим. Промотайте на 5 минут до этого. Я ставил, курил, пил пиво ночью. Там мостовая свечивается, ну, как бы окей. Вот. И слышал, что там кто-то идет. Я думаю, ну, все, наверное, менты сейчас нас мусора загребут. Вот. Я допил пиво, докурил сигарету, лег в машину, открыл окно и подумал, что нас не увидят. Видят, видят. Вот. Ну, и, короче говоря, проходя мимо китайский язык. И два китайца о чем-то очень сильно спорили. А жена так уже спала плюс-минус такая спит, ворочается. Она такая китайца нигде не скрылся. Ага. Вот. Так что интересно. Кстати, говоря про китайцев еще одна байка. Есть в Испании один замечательный город называется Асуна. Вот. Вы об этом городе, скорее всего, не знаете. потому что он настолько маленький, он очень маленький. Очень маленький. И единственное, почему вы потенциально может быть с ним знакомы, это если вы фанат игры тронов. Эм, игры престолов. Портрон. Тронов. Вот. Потому что это город, где снималось как раз видео, где, значит, королева или как это, мать драконов, и бойни этих, как их зовут, гладиаторов. По-моему, последняя серия в каком-то там сезоне. Вот. Угу. Мы, короче говоря, туда поехали. Вот. И мы туда приехали, в городе все спят. Спят. Вот, знаешь, день. Четыре часа дня никого нет. Там машины проезжают, никого нет. Вообще. Знаешь, все вымерло. Я уже, кстати, впоследствии прочитал, немножечко пошел на поп-сайт и прочитал про как снималась «Игра престолов». Вот. Единственное место, где, где актеры с «Игры престолов» могли в Испании вообще где-либо походить, чтобы их периодически не трахали и за ними фэны не бегали, это, оказывается, был вот этот вот город. Потому что они называют его «Слыпи Асуна», «Спящая Асуна», как бы. Там просто всем спят и всем на все похуй. Такой классный город. Да. И мы, короче, когда туда приехали, мы нашли. Значит, снимали это там, где с быками мочатся. Вот. Или мочат быков, ну, не важно. Вот. Это такая огромная арена. Я там сделал пару фотографий, мы ее нашли. И мы, значит, ходим вокруг входа, там, что-то на испанском написано, там открывается, еще чего-то. Я такой, все, мы сюда приехали, блин, мы сюда ехали, мы не собирали, мы мимо, как бы, мы сюда приехали, мы, да, все. Давай ломать двери. Вот. Ну, так, хрен туда выломаешь двери, конечно, там, в конце концов, для быков строили. Вот. А, и мы, значит, там, около двери расшатаемся, и, угу. Давай звоните этим, блин, давай звоним тем. Я, такой, нетерпений. И вдруг, видим вдалеке человека, который бежит к нам. Вот. Бежит, человек такой, вдалеке. Вот. Ну, я такой, окей. Знаешь, может, кто-то занимается бегом. Вот. Оказалось, пальцейки. Э. Бежит, какая-то, китайка. Китаянка. Китаянка. И, такая, издалека орет. Кто-нибудь, говорит по-испански. Знаешь, она не подошла, она просто уже издалека орет. Кто-нибудь говорит по-испански. Вот. И, у меня, конечно, один из первых вопросов был, а что ты здесь делаешь? Ну, естественно. понимаешь. Ебанат, ебанат, видит из... Вот. Она такая, это же Игра Престолов, здесь снималась. Я на автобусе сюда ехала, у меня вообще вещей нету, я все в отеле оставил, мне спиздили макбук, но я сюда уехала. Знаешь, такая же, вы мне можете перевести, что здесь на двери написано? Ну, короче говоря, перевели, вот. Позвонили, все остальное, говорит, я здесь уже не знаю, сколько она там часов уже отшивалась, но она там, по-моему, приехала то ли с утра. Да. И, короче говоря, мы пошли, значит, в центральное турагентство, не турагентство, а государственное, как бы, это место, где... Вот. Мы туда шли, дошли, на улицах никого нет, ну, машины проезжают, пришли, четыре часа, закрыто. Я думаю, ну, все, знаешь, конец. Оказывается, они открываются в пять. Да. Да, веселая же у них ночь, наверное. Да. Ну, короче говоря, мы зашли в соседний бар. Вот. Там уже сидели. А, вот почему они в пять открывают. Я не знаю, там какие-то мужики где-то там сидели, он так был ни слышно, ни видно. пять о'клак somewhere. Да, там девочка какая-то, школьница сидела, что-то там решала. Вот. Но при этом там наливала пиво мне. Вот. Еще чего там. Ну, там досидели до пяти часов. Кстати, пиво там офигенно дешевое. По сравнению со всей остальной Испанией, ровно в два раза. В Испании минимум стакан пива два евро. Минимум. Где-то больше, где-то меньше. Нет-нет-нет, пардон, минимум. Где-то только больше идет. А вот. Там я выпил два стакана пива, вот. И она говорит, сколько? Она говорит, два евро. Жена такая, за стакан? А ведь нет, вообще. Вот. Ну, короче говоря, досидели, в пять часов пришла девочка. Кстати, что очень-очень впечатлило, что она пришла в пять часов. Потому что перед этим еще в начале поездки мы были в Мадриде, мы пошли на Мол. И на Моле, самый обычный Мол. И, значит, мы пытались найти сим-карту, где, кстати, нас наебали. Ну, не важно. И, значит, написано в магазине, мы открываемся, там, то ли в 11, то ли в 12, не важно. Вот. Там время, скажем, в 11-20. То есть 20 минут после типа открытия. Никого нет. Все закрыто. Слушай, какая замечательная страна. Ну, я... Меня бы там, наверное, очень хорошо все поняли. О, да. Абсолютно. Там, тебе бы очень понравилось. Вот. Ты как бы, да. Ты во сколько открываешь? Да, 11 раз. Ну, сейчас где-то так, да? А? А, ну, понятно. Хорошо, я после обеда зайду. Да. И, как бы, девочка появилась ровно в 5. Что я... Вау! Ровно! Вот. И, конечно, потом было только расстройство. Она говорит, не, нужно группы, только в определенное время, когда запускают. Все остальное. Вот. И, но самое забавное было то, что даже в связи с тем, что у них это дело... Арена не открыта, как бы, для свободного посещения или каждый день. Потому что в других городах есть такие же примерно арены, но они, как бы, они работают в режиме музея. То есть, у них есть время, когда они устраивают бои. Это... Ну, да, все остальное время типа музея. Да. И, а тут, как бы, да, там надо заранее договариваться, заранее группу людей, там, траля-ля. Вот. К сожалению, туда не попали. И самая забавная и, наверное, ирония большая с этим связана с тем, что в этом, значит, не агентстве, государственном месте, да, по турам, фактически большинство было заполнено всякими побрякушками и рекламами с Игры Престолов. Это была такая небольшая ирония, что, знаешь, это у них как бы самая привлекательная вещь в их городе, ну, потому что там ничего больше нету. Вот. И при этом она закрыта. И надо все заранее заказывать, и группу надо людей, потому что просто так-то один не пойдешь. Ну, что, смотри, какой эксклюзив. Да. Вот, так что... Где-то еще такой эксклюзив. Все остальные стелятся, там, по дешевке тебе билеты даже за бесплатно запускаешь, что всякие быдлы там топтались. А так, блин, быдлы приезжают такое, мы закрыты. Только по это самое, по предварительным там, ага. Ну, я тебе говорю, самый большой был прикол с этой девочкой, которая просто, знаешь, меня это так убило, печет солнце, мы стоим под дырьми, она там где-то бежит к нам, бежит, и уже когда, знаешь, такое... Люди, ау! да, кто-нибудь говорит, читает по-испански, Я все потеряла Даже билет на самолет уже третий раз Переоформила Она такая забавная была Она инженер В Китае Она решила покататься по Европе Пролетела с Германией Просто Я сюда, я все бросила Я сюда Ну как, Игра престолов А, прикольная девочка была Такая, знаешь Такая свободная Просто хиппи какая-то Я все бросила А где твои вещи В отеле А как ты сейчас добралась На автобусе Без ничего Ну да, без ничего Знаешь Я просто Харли Дэвидсон Вот, так что Картошкина, блин, не хватает В этой трубе Я думаю, тебе в этом смысле Южная Испания очень понравится Там действительно люди Раскрепощенные Очень раскрепощенные Любят потусовать Знаешь, там много очень Всяких маленьких Закусочных Это называется Это у них называется Тапа Вот это закусочное Да Как раз для тебя Вечером куда? Идешь в этот Тапа Ресторан Или бар Как это называется Пожрать Выпить пиво Пожрать, да То есть ты заказываешь Эту Тапу Да, допустим Тебе То, что в России Оказывается Я не знал Но это оказывается Деликатес Это этот Как это Хам Что-то там Хаман Или хамон Хамон, по-моему, блюдо Догадайся, почему Называется хамон Или От корневого слова Хам Ну Нарезанные, знаешь Свинины тонко Вот И вот заказываешь Все эти блюда Просто Просто нарезанная Свинина тонко Это блюдо И ты заказываешь Тебе приносит Это блюдо Тебе приносит Там пиво Вино Что-то Заказал То есть Это вместе идет И вот Ты там стоишь И там Тусуешь Смакуешь Все это дело Полвечера Пьешь пиво И это нормально Ну и стоишь Потому что там Посидеть негде С пространством Проблемы Ну Нет Тебе бы это Очень понравилось Потому что Просто Да Да Прикольно Мы, кстати После начала Поездки Значит Потому что Первый город Куда мы заехали Это граната А моя жена Так все расписала Про Испанию Что она знала Фактически Все рестораны Куда мы Где мы будем кушать Вот Конечно Ее план Разлетелся В пух и прах После первого города Мы доперлись До этого ресторана Где мы должны были кушать Вот И мы поняли Что В лучшем случае Нам придется Там потусовать Как минимум Минут 30-40 А потом еще Кушать стоя На улице Потому что Там такая была Толпа Ваня В и За рестораном И очередь И все там стояли Кушали И все это Вот Знаешь Такая Вот Поэтому мы туда не попали Попали в соседний ресторан Который моя жена Божится И клянется И все Что это Самый Быстрый Этот Как его зовут Уэйтер Да Официант Официант Которого она когда-либо Вообще В жизни видела Но Он действительно Был Такой Ловкий И быстрый Было Поразительно Вот Так что И кстати Там я первый раз В жизни Попробовал Этого Дира Чуолень Да Очень вкусно Мне понравилось Не хочешь поехать Пострелять Не Вот Я не знаю Я это делал Кушал так То что там Знаешь Ну то Оно висело У него Он нам там Взял топориком Отферачил Там Кусок Ну Понимаешь Знаешь В таком контексте Типа Что Вы никогда Не пробовали Вот вам Сколько вам Кусков Вот тут Кусков Нет Там Кусков Там приготовили Хорошо Одно дело Мясо Другое дело Кто и как Его приготовит Он Кстати Другой еще Мясо Приготовить Тоже не дали Ну да ладно Другой момент Что тебе очень понравится В Испании Во-первых Качество еды Выше С этим Можно не спорить А там Маленькие блюда Там Маленькие Блюда Даже Когда ты Основное Блюдо Заказываешь Оно Все равно Маленькое Вот Ну что Здесь Северная Америка Что ли Обжараться Да Единственное Цены Есть Не такие же А то и выше Вот То есть Скажем так Ты здесь Оставишь 30 долларов В ресторане Да На двоих Да Ты можешь В ресторан Сходить На двоих Ты не доешь Скорее Свою порцию Что-нибудь Сто пудово Остается Там 30 долларов Вот так И Это все Что ты успеешь Заказать Это одно Основное Блюдо Вот И Какое-нибудь Что-нибудь Типа там Салатик Или что-нибудь В этом роде Вот На двоих Круто Да Вот Зато Смотри Какая экономия Жень Если честно Мне это понравилась Идея Потому что Мне больше нравится Когда они делают Хорошее блюдо Чем Много Наваливают Такого Я думаю У них Это самая Там Не такая уж Большая проблема С ожирением Тоже Да Да Как там Джордж Карлин Говорил Я У меня проблема С твоей Стоять Стоп Факен Этим Стоять Ты знаешь Это проблема Я это все Пока я ехал Потому что Я все считал Деньги И еду И пытался Проанализировать Я все Пытался Проанализировать И меня Потом В конце Концов Доперло Потому что Я Потому что Мы не покупали Знаешь Много еды Мы покупали Как бы Знаешь Одно то Одно сё Как бы Стандартно Тридцать Там Вотэв Сорок долларов Да То что ты здесь Там Или в Америке Потратишь Да Но покупали Получалось Меньше Намного еды Но Кстати Стоп Я покупал Пиво Поэтому Может быть В принципе С пивом Может выйти На одно и то же Вот И порции Всё равно Маленькие Вот Я потом Об этом сидел И думал Я пытался Две вещи Сопоставить Это Знаешь Культура Культура А То есть Пока Тебе принесут Пиво Пока Ты там Посидишь Тебе принесут Хлеб С маслом Оливковым Обязательно С маслом С оливковым Вот Ну ты там Пожуёшь Чуть Выпьешь Пиво Потом тебе Еда Придёт Ты понемножечку Её начнёшь Клевать Потом Выпьешь Пиво И вот этот Процесс Занимает Время Ты сидишь Всё идёт К тому моменту Как ты допил Уже в конце концов Всё это пиво И доел Всю эту еду Ты в принципе Доволен И ты не обожрался И как бы Всё хорошо И ты приятно Посидел Вот И как бы Это просто Такая вот Немного медленоватая Культура Которая Позволяет тебе Насытиться Не обязательно Нажраться Вот насытиться Просто Как Экспириенсом Да Как получить удовольствие Хорошо Привести время Да И в то же самое При этом не съев Много еды Как бы Очень хорошо Получается Ну да А здесь заходишь В ресторан Жёлтые стены Тебе сразу Сигналят Зашёл Взял Пожрать Блин Давай Напихал И вали отсюда Не забудь заплатить При входе Да Вот И как бы Я не знаю Другого Абсолютно Другой опыт Мне очень нравится Да То есть Люди Люди Днём В обеденный перерыв Пьют пиво Пьют вино Это нормально Да То есть Мы у дяди Останавливались У тёти Вот Замечательные Замечательные люди Человек работает В констракшене Это кстати Меня больше всего Что убило Значит На стройке На стройке Да Это всё Маленькая деревня Север Испании Он Его брат Владеют Строительной Компанией Да Но Он Как бы Не сидит В офисе Он Кладёт Кирпич Вот Это меня больше Удивило Потому что Он приезжает На обед Он Кушает Пьёт Вино Пьёт Вино Кушает Выпивает Кофе Кстати Вино Он с собой Привозит Он всегда Его с собой Возит Значит В Пауч Такой Козлиный Я не знаю Как это То что Выдавливается Я не знаю Как это по-русски Вообще Будет Вот И как бы Он С собой Привозит Он Всё это Употребляет Заканчивается Заканчивается Обед Он выпивает Маленькую Кручку Кофе Там кстати Маленькие Кручки Кофе Потом Он в эту Кручку Кофе Где-то Этот Шот Стопку Виски 40% Выпивает Потом Он кстати Может ещё Вино Запить Но это Неважно Берёт С собой Это вино И уходит На работу Здесь Если бы Это произошло На данный Момент У кого-то Случился бы Инфаркт Когда смотрят На это Ну представляешь Человек сидит Кушает Обед Пьёт Вино Выпил Кручку Кофе Стопку Этого Виски Залил Вино Взял Вино С собой Здесь Здесь у людей Бошку Сорвёт Потому что Здесь Вот Ты знаешь Что я вот думаю Потому что Многие вещи Многие вещи Сюда Не секрет Было привезено Европейцами Да Они принесли Свою культуру Сюда И я всё думаю Как здесь Некоторые вещи Вот просто Не адаптировались Вообще Да То есть Мы здесь справляем От поляков Мы обязательно Справляем День пончиков Мы там Делаем то Мы обязательно Пойдём Должны покушать Индусские еды Там Ещё что-то Но некоторые вещи Абсолютно Не адаптировались Абсолютно Потому что В этих вещах Надо знать меру Да И вот Там как-то Вот это Размерено То есть Я Я придумал Такую Небольшую гипотезу Потому что Например Ты идёшь туда Ты работаешь То есть Спокойно идёт Ты вот работаешь Да Ты кладёшь Аккуратно К камень Здесь Вот здесь Если так вот На этих всех работ На тебя Ред менеджер Всё время Какой-то стресс На тебя Да 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 Давай Тебе Кнутом Давай Естественно Ты не хочешь Выпить Ты хочешь Нажраться Ты идёшь На обед Ты Сразу Там Пол-литра Виски Хватит Ты идёшь На работу Опять Этот козёл Ну ладно Будем шевелиться Быстрее Начали шевелиться Быстрее Камень на ногу На нога Сломалась Ещё чего-то Всё Конец истории Знаешь Вот Из-за культурной Разницы Некоторые вещи Просто не могут Быть адаптированы Не могут Ментальность Другая Да Вот И как бы Спокойно Оказывается В России Хамон Это деликатес А я Меня попросил Снайпер Сделал фоточку Хамона Я никогда не фотографировал Я его никогда не заказывал Не то что не фотографировал И последние дни перед отлётом Мы оставались В каком-то дешёвом отеле В котором пахло Из соседних отсеков Рыбой Без шуток Женщина заказала отель Потому что там Я допустил Огромную ошибку Не важно Но Отель в итоге Получился Он на Заводской В заводском месте Если ты туда заезжаешь В заводском районе Да Там одни стоят Заводы Или там Рыбу мочат Или баранину Или ещё чего-то Там одни склады И запах Хрен знает чего Но мы оставались Ближе походу К складу с рыбой Вот И значит Там такой отель Самое интересное Что за 40 евро Мы получили В принципе Ничего отель Кроме того Что он в заводском районе И ещё и завтрак Там было очень много китайцев Я не знаю К чему я это сказал Но Вот И Как ни странно На завтрак Чего я абсолютно Не ожидал Там вот этот Был хамон Аккуратно нарезанный Всё остальное Я Я просто Был удивлён Бегу бежать Вот А так Не знаю Абсолютно Абсолютно Другой мир И Может быть Потенциальную аналогию Можно привести Это примерно Как Кушать Обед Или Ужин За большим Столом И Кушать Тоже самый Обед Скажем В самолёте Потому что Пока Я летел В самолёте Нас кормили У меня Вышла Такая Получилась В голове Прозвенела Своеобразная Такая аналогия Я не знаю Когда тебе в самолёте Приносят еду Оно у тебя не помещается Целиком Чтобы вот Всё открыть Поесть Он тебе не помещается На твоём Маленьком Маленьком Столике Не помещается Это открыл То не открыл Это сюда переставил Ты постоянно Переставляешь вещи Потому что Там Повернуться нельзя То нельзя Места мало Вот И Как бы И ты Аккуратно Всё перемещаешь Чтобы на себя Не опрокинуть Вообще Чтобы не упало Ты выбираешь Сейчас Я это съем Потом я то съем Потом я закрою Переставлю Точнее организация Идёт на этом Маленьком Столике На большом столе Бам Туда всё сложили Кинули Вот Примерно Я думаю Это хорошая аналогия Между Европой И Америкой Насрали Всё Нахрен Поехали В другое место Вот Там теперь Будем Расселяться Да Место есть А В Европе Как раз А чё париться А в Европе Там Знаешь Как говорится Не плюй в колодец Да По-другому Я думаю Это одна из причин Я думаю Испания Меня Начала одной вещи Или Дала мне понять Одну вещь Почему Даже с учётом того Что я Не очень люблю Кубек Из-за людей В Кубеке Не знаю Потому что он плохой Местность отличная Да Всегда говорят Вот Что-то Но люди отличные В Кубеке Нет Люди Не отличные В общем Да На тебя С презрением Смотрят Когда ты говоришь По-английски Вот Зато всё остальное Отлично 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 И я вот Понял Почему мне нравится Даже с учётом того Что мне не очень нравится Есть Кубек По причине людей Почему мне нравится В Кубеке быть Вот это вот Напоминает Напоминает Европу Это самое близкое Что здесь Можно Насладиться Европой Да Забейте на все Эти дурацкие Города В Америке Которые говорят Вот мы там Поселенцы Из Германии Да Мы вот Мы здесь Полща Всё это Хуйня собачья Да 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 У них стоит Стоит Ихний Германский Старый магазин Который Две тысячи лет Да Две сотни лет Вот А рядом стоит Макдональдс Всё это Хуйня Да Они американцы В Америке Когда говорят Что Это германское Это 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 Китайское Это 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 американское В Америке Не бывает Я ещё не видел Знаешь Что Отражало Хоть Каким-то боком Какую-то Европейскую часть Так В Америке Этот принцип Насчёт Культуры Вообще Совершенно Другой Там же У них Всё Это Ты приехал В Америку Всё Забей Забудь Как бы Это Тебе не насильно Но Как бы Если ты там Хочешь прижиться То тебе придётся Быть американцем Да Поэтому Да Это Когда Это Знаешь На работе Когда мы ходили С нашей китаянкой Разработчиком В китайский ресторан Да Мы идём В китайский ресторан Или мы идём В китайский Китайский ресторан Да То есть Вот Вот Первая Американская Не важно Какое Название Стоит Америка И кстати Я тебе советую Если у тебя будет Когда-нибудь Настроение Съезди В Франкенмуш Франкенмух Муш Это Буквально Недалеко Скорее От твоего Бати Может быть Час съезды Может быть Вот И вот это То что они Говорят Что это Немецкий Городок Да Просто Развеяться Посмотреть На всякую Фигню Скушать Их неоригинальный Рецепт Чего-то Что они Там Сами Выдумали Мичиганского Которые Говорят Что это Немец Просто Ради Разнообразия Вот Кубеки Отдаёт Да Хоть они Канадцы И все Это Канада Кубеки Отдаёт Вот этим Каким-то Другим Культурным Запахом Просто Отдаёт Да Есть Бани Окей Начнём С этого Нет Начнём С того Что там Люди Более Расслабленные Да Люди Там тоже Никто Никуда Особо Так сильно Не торопится Тоже Правда Знаешь Нет Нет Вот Этого Можно Свободно Просто Незнакомцу Там Подойти Там Алло Чувак Куда Куда Топаешь Круто Да Вот И На тебя Никто не будет Смотреть Ты чё Блин Я тебя вообще знаю Чё ты ко мне Докопался Да И Этот Менталитет Потом Отражается На других Областях Жизни Да То есть Там Ездят На маленьких Машинах Как в Европе Конечно же Опять же Это Американского Размера Но они Всё равно По сравнению Со всем Что в Антарио Ездят Маленькие Да То есть Люди Больше ценят Вот это Времопровождение Мы поем Кататься на Лыжах Они Ооо Смотри на Мой Срак Смотри Какой огромный У меня Срак Колеса у него Огромные Ооо Пойдет смотреть Футбол И пить пиво В гараже Знаешь Нет Люди Садятся Машина Они едут Куда-то Культурно Отдыхать Знаешь Там Там Другие Приоритеты Вот Поэтому Открыла Испания Раскрыла Мне глаза Почему Даже тем Что мне не нравится Ездить Вот Знаешь Клубик Мне всегда Когда туда Приезжаешь Получаешь Такой Какой-то Воздух Европы Пусть Будет Канадская Европа Как-то Вот Так Вот Европят Еще не Отмылись Нашими Чистыми Канадскими Кленовыми Сиропами Да Это Хорошо Конечно Отсоединяться От Канады Не надо Я вас За это Ненавижу Вот Но все Остальное Я считаю Такой Ображение Продолжать Нужно Я Я Я Я Я Иначе Мы Будем Все Задрюченные Как Все В В Антаре Там Расслаблено Там Очень Очень Сом Очень Классно Если Мне было Не было Учить Французский Я Наверное Все Может Быть Двинул Кубе Вот Мне Кажется Нет Кстати С Там Холодно Все Так Здесь Теплее Теперь Если бы Квбек Был Где-нибудь На юге О да Тогда Это Было Не Квбек Это Была Испания Вот Канадская Испания Да Испания Так Что Ладно О Моих Такой Задвиг Похождениях Пока Я Говорю Что Еще Можно А Нафиг Больше Ничего Не Хочу Говорить Ваня Лучше Я Тебе Передам Микрофон Ну А что Мне Передают Микрофон Ну А Хотя Ладно Подожди У меня Тут Маленький Что-то Там Продолжение Того Что Там Что Что Сказал Босс Босс Ничего Не Сказал Совершенно Ничего Не Сказал Все Куда То Идет Что Куда Чего То Он Мне Ничего Не Говорит Ну В смысле Как Он Походу Занят Я Тоже Был Занят Такое Как-то Не До Этого Было Как-то Не Столкнулись Все Такое Туда Сюда 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 Но Женин Гомнопрограммист Вернулся Из Индии И Походу Его Выслали Из Дескинга Выслали Выслали В какой-то Ту Сторону Я С ним Еще Особенно Не Разговаривал Пока Что Да Но Короче Я Мне Кажется Сейчас Закончится Месяц И По-моему Меня Куда-то Переведут Только Вопрос Куда Это Еще Пока Что Секрет Который Босс Очень Хорошо Хранит А у меня Как-то Я Пару раз Хотел Вас спросить Потом Посмотрел На его Рожу Он Видимо Только С митинга Вышел А на митинге Там Его Видимо Пинали Очень Хорошо Дружно Всей толпой Все эти Бизнес Пиплы Я Кстати С ним Тоже Разговаривал Что-то Мне Остало Реально Жалко Потому Что Я Помню Перед Отъездом Он Чего-то Говорил Что Он Поедет Он Хочет Взять Отпуск Вот Я Говорю Ну Чего Ты Там Намыливаешься Или Как Нет Я Все Отменил В смысле Отменил Нет Слишком Много Проблем Слишком Много Задач У нас Слишком Много Продуктов Все Чувак Слушай Реально Забей На Все Поезжай В Индию Отдохни Месяц Не Знаешь Не Знаю Да Мне Мне кажется Он Он Этот Варкоголик Да Возможно Но Как бы Знаешь Последнее Время Я Говорил Такое Вещение Что Пинали Хорошими Кирзаками Я Не знаю Что там Происходит Но Что то Как то Там Странно Все И Я думаю Что У него Просто Аж Приоритеты Еще Не Дошли Сказать Но По всей Видимости В смысле Движение Вокруг Меня Вот Да Все Те Вещи Которые Там Которые Меня Напрягали Последние Месяца Много Сейчас Что то Резко Другие Люди Начинают Тренироваться Этому О Видишь Прогресс Ну Стей Сейчас Учит Этот Репортинг Отлично Этот Мухаммад Мухаммад Вот Он Этот Формой Быстро Подхватил Что там Чего Вот Но Еще Конечно Ж Не Совсем Помогает То Что Моя Вся Инициатива Насчет Узнавания И Вообще Как Б Как Здесь Говорят Given Фак Вот То Она Полностью Сдулась После того Как У меня Была Маленькая Проблема Что Как Б Ну Смотришь Блин Ну Работает Все У меня Работает Перепроверил Все Библиотеки Все 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 Перепроверил Уже Запустил Через Этот Гребаный Говноскрипт Который Там Анскрипт Который Там Запускает Все Это Говно Уже Все Все Перекопал Смотрю 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 Но Блин Понятия Не имею Почему У меня У меня На машине Работает Там Не работает На продакшен Ну Естественно А Сейчас Готовится К релизу Поэтому Всем Не до Этого Все Заняты Естественно Отдельного Билда Никто Не Сделает Специально Для меня Чтобы Протестировать Вот Я уже Такой Думал Ну Ладно Хрен С ним С этим Напишу Эмейл Этому Чудику Который Над этим Проектом Работал Последние Пять лет Говорю Слышь Думан У тебя Есть Идея Почему Эта Линия Кода Не работает Ну И там Референс К тому Как Называют К той Задаче Которую Я делал Он Пошел Посмотрел Весь Мой Код Увидел Что Я Пишу Не По Стандартам Вот Как Десять Лет Назад Писали И Не По Стандартам Какую-то Там Странную Функцию Вставил Что За Хрень Ну Естественно Расписал Мне Там Эт Сам Эмейл На Две Страницы С Примерами Что Что Это За Функция Мы И так Это Все Нормально Делали И До Этого Работало И Все Работает Вот Что Тебе Надо Написать Вот И Потом Знаешь После Прочтения Этого Эмейл И Уже Под Конец Такой Уже Все А Еще Там Случился Такой Небольшой Разговор С Этим С Леонардом Леонардом Вот И Он Там Че Что Я Не Знаю К Чему Вот Рассказал Свою Байку Со Своей Жизни Сказал Что Это Самое Что С Начальством Лучше Не Спорить Ну Вкратце Знаешь Там Делай Работу С Начальством Лучше Не Спорить Все Такое Вот Это Меня Еще Больше Разочаровало Потом Пришел Этот Эмейл И Я Уже Такой Сижу Такой Да 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 Ты Абсолютно Прав Ты Абсолютно Прав Это Действительно Намного Легче Скопи Пестить Сюда И Мое Время Гораздо Более Это Самое Этот Как Он Валейбол Ты Не Совсем Понимаешь Как Это Работает Работает Примерно Так Купи Пест Купи Пест Купи Пест Купи Пест Спустя Несколько лет Полное Говно Поэтому Давайте Наймем Программистов Которые В 3 В 5 Раз Дороже Чтобы Они Провели Огромное Количество Времени Выкинули Систему Потом Переписали Все Заново Ты Видишь Экономию Денег Думай Ваня Думай Деньги Экономят Понимаешь Не Я понимаю У меня У меня Такой Как бы Этот В частности Позавчера Блин Вчера Депресняк Насчет этого Дела Был Что Так Знаешь Уже Такой А Ну Еще Вдобавок Ко всему Я еще Не Достаточно Спал Вот И Все Все Вместе Я такой Уже Да Мне Пофиг Сел Там Задачи На Ахти Просто Сделал Смотрю Там Да Блин Вернется Же Проблема Потому Что Она Та же Самая Вот В этом Месте Как Они Мне здесь Сказали Так Сейчас Прочитаем Задачу Исправить Только Исправить Здесь Там Не сказали Что Исправить Надо Замечательно Исправляем Только Здесь А Что Самодельностью Заниматься Правильно Да А Что Уже Так Похрен Сегодня У нас Было Типа Совещение Такое Они Такие Ну Как Там У Тебя Я Горю Как У Меня Последнюю Задачу Сейчас Жду Пока Мне Там Галочку Поставить Что Окей Можно Мерджить То Все А после Этого Да Окей Я Дан Я Дальше Вы Тестируйте Посмотрим Окей У меня Все Окей Все Круто Все Сделал Ну С Как Б Даже С Таким Распиздеистом Поверь Мне Самое Худшее Место Самое При Не Просто Это Я Говорю Это Насчет Этих Долбаных Форм Насчет Этого Сервера И Все Остальное Как Б Мне Ради Своего Интереса Как Б Замечательно Если Б Меня Хотя Б Не Трогали Знаешь Не 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 Пинали Там Со Всях Разных Сторон Что Типа Это Это Не По Стандартам Это Еще Чего Это А Это А Это Вот Страшно А Мы Этого Не Знаем А Это Что То Новое Это Нормально Это Программисты Которые Знаешь Я понимаю Но Знаешь Если бы Они Меня Не Пинали Я бы Просто На Своем Личном Энтузиазме Проехал И И И Справил Они Тебя Пинают Потому Что Тебе Просто А Помочь Ничем Не Могут Б Сами Знают Как Исправить С Не Хотят Ничего Менять Ну Понятно Я Это Знаю Знаешь Тем Тем не Знаешь Как Даль Тебе В душу Срут Потому Что Сами Не Знают Как Бы У Меня Конечно Энтузиазма Было Много Но Сейчас По-моему Он Весь Закончился Похрен Че Я тут Хотел Посмотреть Ох Груви API Круто Когда Я Работал В Джейме Те Чуваки Которые Ходили И Говорили Как Нужно Исправить Это Все От команды Зависит Тоже Очень Много Просто Все Чуваки Которые Ходили И кричали Что Нужно Тут Исправить Там Исправить Они Первые Их Первыми Выгнали Знаешь Это Просто Стадное Мышление Да Японцы Японцы Говорят По-другому Но Поверь Это Рано Или Поздно Пройдет В смысле Энтузиазм Вот Мне просто Похуй Не хочу Не надо Оставьте Да Вот Легаси Код Круто Замечательно Мне что Там Леонард Сегодня Спросил Там Типа А А вот Там Изменения Говорят Мее Скру У нас Есть Очень Много Умных Людей Которые Могут Принять Решение Какие Изменения Надо Сделать И Когда Будут Приняты Эти Решения Я уверен Что Я получу Задачу И Когда Будет Задача Я Сделаю А До Тех Пор С С С С Кло Whatever You Say Boss Да Да А я Вернулся Тоже На Работу У тебя Там Весело Ну Да Все Что Я За Последний Месяц Выучил Походу Что Все Таки Я Очень Интересная Личность Да Вот Да Если Со Мною Долго Общаться Ну Можно Это Обнаружить Не Потому Что Мы Этот Друг В Израиле Как бы Мы С ним Поручились И Побывали Как говорится Во многих Разных Ситуациях И Мы Чего Один вечер Сидели Тоже Он Его Жена Вот Я Пили Пиво Моя Жена Спала Ей Было Неинтересно По Русски Речь Слушать Вот Но Да Он Что-то там Рассказывал Про школьные годы И все остальное Он про меня Столько всего Интересного Рассказал Что даже Я Не Помню Этого Все что я Понял Что оказывается Я всегда Таким был Странным Я думал Что я Стал Странным Относительно Недавно Ну Может быть Два года Назад Вот Давай Покими глазами Смотрим Оказывается Да Что я Всегда Был Очень Странным Человеком Ты Знаешь Вот Помнишь Мишелу Да Вот У нее Был Один Такой Постер Я Его До сих Пор Блин Ищу Вот Там Эмили Была Вот Сидит Эмили Блин За столом А вокруг Куча Ободранных Всяких Там Знаешь Погрызанных Черных Котов Еще Чего-то Вот Она такая Сидит С такой Рожей Типа Знаешь Типа Че Вот Там Это Самая И внизу Этот Приписка А мы Здесь Все Странные Знаешь Ну Она же Там Эмили Стрэн Знаешь Ты Смотришь Блин Вот Мама Здесь Все Странные Да Это Было Своеобразным Откровением Да У меня Очень Странно У меня Когда Я вспоминаю Или мне Кто-то Напоминает О том Что я Делал И что Я Продолжаю Делать То Что Еще Я Помню И наблюдаю Я Действительно Странный Человек Это Очень Странно В смысле А просто Когда С третьего Лица Смотришь На себя Это Действительно Становится Странно Потому что Когда С первого Лица Всегда Ну Это Нормально Вот И когда Тебе Уже Знаешь Друг Рассказывает Какой Ты Был В школе Такой Интересно Я Был Точно Таким Же Неужели Я Такой Странный Да Я Вернулся На Работу Первый У нас Целиком Новая Команда Да Молодой Парень Который Там Был И которого Я думал Что я буду Еще Чморить Немного Он ушел Но ушел Не из нашей Команды Он ушел Просто из Компании Которую Мы наняли Помогать Нам Вот Ушел Он в какой-то Стартап Что я Начал Думать Что по-моему Тоже Надо уходить В какой-нибудь Стартап Ну Мода Сейчас Такая Стартап Вот Но Да Короче говоря Все ушли Там Абсолютно Новые Все люди Кроме Одного Чувака Брэда Я и Ваня Знаем Он Нас Учил На самом деле Не совсем Он Его Как говорится Коллега Больше У нас Учил Вот Но А Да Брэд Более Продвинутый Чем я Поэтому Я очень Рад Что он Там Вот Так Походу Очень Осторожно Взял Контроль Когда Я Вернулся Типа О Синер Программист Вернулся Да Вот Я так Посмотрел Так Понемножечку Такими Маленькими Шагами Быстрее Забрал Контроль Обратно Чему Я Неимоверно Радовался Отлично Потому что Там Два Абсолютно Новых Программиста Которых Нанял Компания Типа Напрямую Или там Через Ну в общем Ладно Свеженькое Мясо Вот И два Бывалых Программиста Брэд И еще Один Вот И они Оба Взяли По этому Программисту И они Вместе С ними Парятся И В смысле Впрямую На английском Паринг Вместе Сидят В принципе И так И так Подходят Да И на английском И на русском Правильно Да И Я как-то Я как-то Очень рад Что это не я Потому что Да Я странный Я немного Странный Вот Немного Поработал С еще С программистом Немного Он старый Ну такой Более мере Уже В пожилом возрасте Наверное Ну или Ближе К пожилому возрасту Что-то Не знаю Со мной Очень поначалу Трудно Вот Очень трудно Вот Но потом Будет очень легко Поэтому Не все могут Пройти Эту преграду Трудности Общения Со мной Но когда они Проходят Становится Очень хорошо Последние Последствия Очень хорошо Ваня Можешь подтвердить Когда адаптер Напишешь Под этот Ну Когда Собсервис Пойдемся В взаимном Понимании Когда Узнаем Ну на самом деле От тебя Это мало Чего зависит Обычно Это я Я должен Человеку Очень долго Узнавать Знаешь Бить по по Прощупывать Слабые места Да Вот Как бы Когда Человеку Протрусь Там Ну Лет Деся Вот То Потом Становится Очень хорошо Поверьте Позвоните Моим друзьям Бывшим Ну Еще Друзья Позвоним Другу Школьную Он Вам Очень Объяснит Как Вот Но Да Поэтому Я очень рад Что они Там Все забрали На себя Они там Рулят Вот Брэд Там Теперь Этот Сеньор Да Там Все эти Executive Decision Делает Так что От него Можно Поучиться У меня Нет столько Опыта Чтобы рулить Командой Поэтому Я очень рад Желания у тебя Нет Для меня Слишком Напряжно Да То есть Я могу Я понял Потому что За неделю За Один Спринт Да За две Недели Перед Отъездом Потому что Нас Нас Пассивных Немножко Странных Людей Я больше Странный В команде Два Это Роберт И я Но Роберт Первый Занят Во-вторых Я заметил Что Не такая Тенденция Или Такие Персональные Проблемы Как у Меня Он Очень Тихий Он Очень Медленно Потому что Сейчас Ты не Тихий Ты не Тихий Я Тихий Когда Только Прихожу Когда Не знаю Ничего Вот Ну да Он Постоян Тихий Но Например Раньше Он Ничего Вообще Сейчас Он По крайней Мере В мою Сторон Кидает Всякие Приколы Отколы И все Остальное Вот То есть Он Ко мне Притерся И В итоге Так Получилось Что Я Программист Роберт Архитект Мне пришлось Две Недели Рулить Всеми Этими Товарищами Я Могу Это Делать Я Абсолютно Могу Делать Но Никто Довольно Не остался Я Не знаю Со мной Я Я Понял Что Я Я Я Я Я Я Я Я люблю Людей Насиловать У Меня Очень Странная Личность Я Наверное Слово Вот Нашел Отмазку Скажем Так Я Очень Люблю Вот Но Продолжай Я Всегда К людям Отношусь Понимая Ты Знаешь Сейчас Монолог Мне Больше Напоминает Речь Как Я Насиловать Не Буду Но Сейчас Как Вставлю Я Подготавливаю Услуша К морали Я Очень Терпим К Людям Концептуально Я Люблю Людей Ну Когда Вот Лично Начинаешь С ними Работать Что-то Терпение Заказ Да И Я Сам Себя Ненавижу За то Что Я Наконец-то Прозреваю Я Понимаю Один Вот Ненавистный Мною Факт О Самом Себе Я Реально Ненавижу Работать С Глупыми Людьми И Слово Я Правильно Я Ненавижу Не то Что Я Не Люблю Я Ненавижу С ними Работать Я Ненавижу Ненавижу Я Я Очень Долго Я Целый Год Сам Себя Пихал Тем Что Я Это Могу Сделать Я Могу Работать С Глупыми Людьми Нет Ты Не Умеешь Адаптировать Свою Речь Свои Выражения Ты Не Умеешь Адаптировать Это Самое Ты У Тебя Все Напрямую Ты Ты Послал Дату Никаких Блин Никакой Метадаты Нет Никакой Метадаты Вот тебе Блядь Если Ты сам Не дошел Как это Перебрать По полочкам Ну Все Не обязательно Если Потом Ты еще Не удосунулся Меня второй Раз Спросить То Потом Пиздец Я считаю Что ты Должен быть Достаточно Умным Чтобы Понять Что Нихуя Не понял Что За хуйню Я сказал Если Ты Не понял Хуйню Ту Которую Я Сказал Которая На самом деле Хуйня Которую Ты Не понял И Ты Потом Не понял Что Надо Потом Меня Спросить И Объяснить Что Я Сказал Хуйню То Ты Гандон Достаточно Четко Я это Объяснил Вам Вкратце Если Ты не Понял Ты Гандон Вот То есть Я Я себя Очень Долго Этим Мучил Я Я Нашел Я Нашел Внутреннее После Почтеподездки В Израиль Я Вспомнил Как Говорился В одном Фильме Арнольда Шварценеггера Total Recall Я все Вспомнил Израиль Действительно Открывает Сознание Вот И Меня Напрягает Я Понял Что Это Во мне Не Исправить Это Во мне Это Как Знаешь Одна Из Таких Ключевых Составляющих Моего Стержения Внутреннего Если Человек Неопытен Если Он Не знает Не Понимает Мне Не важно Это Лечится Это Все Лечится Это Все Учится Это Приходит С Опытом Мне Даже Пух Еще Нет Образования Да Значит Просто Тупой Он Просто Тупой Я Могу С ним Калечиться Сколько Я Это Все Равно Где-то В краю Мозгов Сколько Я Бо Себя Не Пихал Либеральные Либеральные Идеи Что Все Люди Все Люди Не Надо Судить Они Все Хорошие Все Где-то Внутри В этом Стержне Начинать У меня к тебе Другой вопрос На хрена Ты вообще Паришься Ты знаешь И вот Когда я был в Израиле У меня Открылось Сознание Потому что Ближе к Богу Не надо звонить По междугородней связи И вот Я тоже Об этом Подумал Как бы Я Я не знаю Я тебе давно Говорил Как бы Либо так Либо так Знаешь Либо ты Работаешь Над своей Это самое Над своим Подходом К людям Либо Не парься Да Одно из Двух Потому что Ну Ни себе Ни другим Ты Лучше Не делаешь Не знаю К чему Зашел разговор Как зашел Ну Слава Богу Выяснил Все Короче Ты поговорил С Бреттом И понял Что все-таки С нормальными Людьми Ты можешь Разговаривать Я могу Да Абсолютно Бретт Меня умнее А у него Больше опыта Вот И он Более Как бы Четко Может вести Он может вести Вот И у него Есть свои Персональные Тикерки Которые Мне не совсем Понятны Но абсолютно Он небольшой Тролль Да Он тролль Это стопудово Но Как бы Ну Это У каждого Своё Да Я Вот И А я Целиком За Целиком То есть Он пришел Он так Понемножечку Я Я как бы Так заметил Что он Знаешь Поводимый Хлыщет И как бы Смотрит Мою реакцию Если я Как бы Чего-нибудь Он как бы Со мной Считается Но смотрит Насколько я Буду претендовать На роль Наш Главного Разработчика Я претендовать Не собираюсь Правильно Это Я то Что в современной России Называется Оппозиция Я буду Сидеть Рядом Сосать Бабло И Периодически Кусаться Не особо Больно Но Буду Вот Чтобы не забывали Я Чертой Сука Вот Со мной Надо Считаться Вот Поэтому Да И Чем больше Чем больше Вот Это Зависимости Я думал На официальный сайт Потому что Когда у меня Неделя в Торонто Была Да Вот Я писал Смотрел Очень много Размышлял Вот Я посмотрел Видео Одного человека Которому Я не знаю Что стоит Постить С одной стороны Я хотел Послать Начальника Потом Запустить В блог Или наоборот Вот Но До сих пор Как бы Не решился И Очень умный Человек Старый Еврей Вот Как там Ладно Не буду Рассказывать Его историю Вот Но Тут Он Дает Курсы По Менеджменту И Там Как Как С разными Ситуациями И Как бы Я Его Послушал И Очень Много Как бы Встало На свои Внутренние Места Вот Хотя По некоторым Вопросам Я с ним Не согласен Ну Вот Знаешь Лучше 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 В офисе Иметь Умного Врага Чем Знаешь Глупого Подопечного Вот Намного Лучше Потому что Даже если В итоге Мы с Брэдом Будем Сраться А мы С ним Уже Понемножечку Срёмся По поводу Кода Мне это Нравится Потому что Ты учишься Знаешь Или пытаешься Обогнать его Как бы С опытом Тяжело Поспорить Вот Но Но Это же не значит Что это самое Что ты Не будешь Стараться Я Да Я сегодня Старался Вот Я пошёл Там Нагнездил На его Кот Потом Пошёл К Роберту Ещё Нагнездил На его Кот И потом Как бы Через Обсуждение Еврей Очень правильно В своих курсах Сказал Значит Когда есть изменения Будет конфликт Да В любом изменении Будет конфликт Теперь Из конфликта Два выхода Да Или Начнётся Полное Знаешь Говнокидание Вот Или будет Конструктивное Конструктивное Решение конфликта Конструктивное Решение конфликта Да Это вот Понять Предположить Что человек Не глупый Что он Сделал Это по причине Пытаться Понять Знаешь И Когда ты Работаешь Я пошёл Обсудил С Робертом Да И то Что Брэд Со своим Трололо Допустим Он может быть Я подозреваю Это из личного Опыта Иногда Иногда Ты делаешь Вещи Иногда Ты делаешь Дизайн Ты пишешь Кот Который Ты написал Он правильный Может кто-то Не может Его понять Не быдло Кот Чистый Кот Но Ты не можешь Его сразу Здесь Подойдёт Человек А нахрена Ты это сделал И ты вот сидишь Такой А нахуя Действительно Я это сделал Но Когда Отойдёт Тебе дадут Подумать Некоторое время Ты вспомнишь Ах да Я это выучил Когда-то Что писать надо Так Делать надо Так И Брэд Даже Я подозреваю Что у него Тоже такие Есть моменты Когда он Делает Дизайн И потом Он объяснить Сразу Не может Он его Не осознал Он просто Из опыта Из того Что он уже Проделал Прочитал И всё остальное Как надо сделать Вот И потом Я пошёл Гнездить На Брэда Роберту Я говорю Слушай Смотри на его код Смотри на его дизайн Объяснил ему То что Как бы я это сделал Вот И он мне объяснил Архитектурно Почему было такое решение И объяснил Он мне по нескольким пунктам И когда я посмотрел Такой Ты знаешь Действительно Вот если с этой точки Смотри Абсолютно Моё решение Абсолютно полно отстой Потому что Моё решение Приводит Оно более стандартное И понятное Но при этом Оно приводит Огромный Оверхед Который через Огромное количество Транзакций Потом нас накроет Вот И как бы Поэтому Намного лучше иметь Шуму врага Чем Глупого подопечного Ну да Вот Поэтому Я доволен Ну а И как обычно Я клоун Походу Всей компании На дамы Все ржут А вот Так что Еееей Все на мной Издеваются Да ты Я очень странный человек Знаешь Ходишь Грабли везде Раскидываешь Потом Как С одной стороны Как со мной Теперь могут Нет Как со мной Все считаются В плане кода Но при этом Вся команда Так же надо мной Стебется По любому поводу Который может Подвернуться Ну как Кот Ты нормально Пишешь А в социуме Ну ты Знаешь В социуме Ну ты Такое Блин Как бы Иногда Скажешь Я Знаешь Вот так Вот Просто Близко Вот Стоя У меня Мне детство Чувствует Знаешь Положить Обе ладони На На лицо И Прикинуть Что Я Я Не Я Я Я Я Я Я Не знаю Понятия Не имею О чем Он Говорит Это Игнорируйте Это Бывает Да Не Я его знаю Но Игнорируйте Это Скучает Just Smile and Wave Boys Smile Не Пускайте Меня К Инвесторам Инвесторам Тебя Близко Туда Нельзя Подпускать Ты Как Ляпнешь Что Совсем Не В Попад Возможно В твоей голове Ну Как бы Вместе Было Но Ты С каждого Знаешь Абзаца Выдернешь Там По Три Слова И Что Вот Все Складывается Все Как Это Не Так Вроде Слова Правильные Не поймите Меня Неправильно Но Так У нас Тринадцать Минут И Одну Вещь Потому Что Мы Не Успеем Обсудить Новости Одну Вещь Которую Я Очень Хочу Обсудить Значит Были Выборы В прошедший Понедельник Были Выборы Женя Не За Тех Проголосовал Но Ничего Да Там Комическая История Кому Интересно Напишите Комментарий Потом Расскажу Мы Выбрали Партию Либералов Теперь Джастин Трудо Который Обещал Кстати Первым Законом Легализовать Марихуану Так что У нас Теперь Новый Премьер Министр Новая Лидирующая Партия Которая Получила Большинство Стульев В парламенте Или кресел В парламенте Они теперь Могут Одной партией Решать Любые проблемы Страны Не согласовывая Ни с кем Главное Чтобы сначала Легализовали Марихуану А дальше Все пойдет Да Дальше Уже Пойдет Легче Народ Ваути Какая разница После Легализации Марихуаны Либеральное Правительство Было Переизбранное Десять раз Да Никто не помнит Почему выбирать Надо что-либо другое Вот Главное Что все довольны И всем весело Да Вот Так что Да Все Люди Мы теперь Скуримся в какашку Еще подкаста не было А что такое подкаст Мы забыли Ничего Я помню Блин На границе Тогда будет Пипец Ну да Это медицинская Да Медицинская Марихуана Вот Справку дома Забыл Точно Да Единственное Единственное В чем меня Немножечко Расструили Эти выборы Это в том Что Я очень сильно Наделся В Канаде То есть Принцип Вы выбираете Местных Кандидатов И из местных Кандидатов Формируется Парламент В парламенте Определенное Количество кресел По-моему 308 Или что-то В этом роде И Премьер-министр Выходит Из той партии Которая набрала Большинство По отношению К другим Партиям Например Если Партия А Набрала 40 Допустим У нас Допустим Кипяттишки В парламенте 100 кресел Ну хорошо Да Жень Да И Там разбивается То что в Канаде Называется Майнер Мейджор Говермент Да Майнер Говермент Это когда У партии Недостаточно У лидирующей партии Недостаточно Мест Недостаточно Кресел Чтобы Единоручно Принять закон У них Нету 51 Да Вот А к сожалению На этих выборах Либералы Получили Больше 52% Поэтому Все остальные Партии Теперь будут Сидеть И отдыхать Просто Нервно Курить В сторонке Да Никто Слову Просто Не даст Это Меня Немножечко Расстроило Потому что Я бы все-таки Хотел Чтобы Либералы Чтобы они Лидировали Но они Не имели Контрольное Количество Голосов Ну что Поделать Посмотрим Что Трудой Сделает Я считаю Что это Новая Свежая Кровь Активный Человек Надеюсь Он активный Вот Поэтому Так же Говорят Что он Тупой Будем Надеяться Что Знаешь Партия Не тупая Вот Ну что Можешь Сказать Будем Надеяться Что Решение Принимают За него Единственное Что меня Волнует Его платформе Предвыборочное Что меня Волновало Это то Что он Может Поднять Налоги Но Я Так же Потенциально Думав Что Все остальные Партии Как бы Они там Не бесились Они Скорее Тоже Подняли Налоги По любому Потому что Ну как же Без этого Женя Ну Камань Просто Либералы Это обещали А все остальные Это не обещали Ну какая разница Это политики Вот Ну Всеравно Проголосовали За них По крайней мере Дети не врут Вот Так что Теперь можете Точно Приезжать В Канаду Приедете Точно Забудьте Про все Свои проблемы Как там говорится Да Вся муж Переехать Мы люди Свободные Примерно Как хиппи Только зарплата Огромная Вот Так что Все будет Хорошо Не знаю Не чувствуется У меня как банки Было Мало чего Так и Так и есть Говно Какое-то Там Валяется Ваня Ты заработаешь Больше Чем Когда я Начал Ну Что Просто Я говорю Надо Ну что Похоже Что у меня Бабки Смотри Срач В апартменте Говно Валяется Везде Похоже Что у меня Есть деньги Спортивная Машина Похоже Что у меня Есть деньги Два Компьютера Похоже Что у меня Есть деньги Xbox Большой Телевизор Не парься Ёлки Зелёные Жень Ну ты тоже Блин Ну Турак Меньше Ну что Я тебе могу Сказать Жень Жень У меня Телевизор Был Когда я На Валфаре Сидел Вот Видишь А в чем Здесь Телевизор Xbox Телевизор Вот А А Спортивная Машина Стоит Столько Же Сколько Холодильник Я лучше возьму Спортивную Непрактичную Машину Чем Холодильник Который 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 Будет Очень Практичный Чтобы Возить Детей И Есть Магазин За огромными Мешками С покупками Которые Которые Я никогда Не делаю Подожди Зачем Мне еще Нужен Холодильник Погоди Он Надежный А И новее Ох Коман Блин так На 10 Запросил Чиз Вот Ну Как бы Посмотрим Ну Хорошо Ваня Не пачка Просто перестань Тратить деньги Вот и все Да я еще и так вроде не тратить Их просто никогда не бывает Не говори Каждый раз в банк захожу Денег нету Куда пропали Понятия не имею Вроде ничего особо не покупал Ну там мелочи Знаешь Вот это Тут 20 баксов Там 30 баксов Там 150 Мелочи Ничего не заметил Ну знаешь Вот как пришел Блин Ничего не помню Да Какой парень На футболке Если я не помню То этого не было Да Да Вот такая футболка Понятия не имею Куда деньги ушли Жень Вот Знаешь Прихожу в банк Меньше тысячи Прошел месяц Прихожу в банк Меньше тысячи Что происходит Не знаю Вроде ничего Не купил Блин Есть Еще меньше стал Чем Дорога Единственное Что по-моему Пью я Больше Хотя нет Точно так же Да Плюс Нет Чуть-чуть Я бы сказал Просто на 20 Побольше Хорошо Нет Хотя я дома Не так часто бываю С другой стороны Я у бати все равно Где-то по два пива Вечером выпиваю Ладно Давай за мне слово И будем заворачивать Шесть Гора Я тебя осилил Кто-то в этом есть Так Ладно люди Давайте Не забываем Активно Заходите на сайт Пишите комментарии Что же вы не пишете Комментарии Ну потому что Тебя не было Кому писать комментарии Мне что ли Вот Присылайте деньги У меня нет денег На новых лаптоп На новый лаптоп Ну Получает больше чем я Нет Чего поделать Вот Так что Давайте Хотелось бы Начать Справлять сайт Но нам нужна Ваша поддержка Поэтому Помогите Чем можете Так что Люди активнее Хотите Хотите Более профессионально Выглядящий веб-сайт С более Распиздянным Подкастом Давайте Ну активней Активней Видите У меня денег нет Чтобы нормально Распиздяничить Ну так Блин Приходится Ограничивать себя Двумя-тремя Банками пива Мам Сейчас покажем Машина Блин Эта Блин 15 лет Фу Вот Ничего новей Не нашел Ладно Все вам Любви Счастья И услышимся Наверное В следующем подкасте Наверное Пока Счастья Счастья